Аврора Дайджест Дмитрий Демешин встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснулиным. Глава региона обсудил ряд актуальных вопросов с министром науки и высшего образования Российской Федерации. Фундамент для дружбы заложили образовательные учреждения Хабаровского края и Республики Беларусь. Нефрологический центр начал работу в больнице имени Сергеева в городе Хабаровске. Футболисты СК Хабаровск провели первый домашний матч на обновленном стадионе имени Ленина. В Казани прошел саммит Брикс. Сбербанк повышает ставки по ипотеке сразу на 3% пункта. Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро. Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии. Новости Хабаровского края В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснулиным. На встрече обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона с акцентом на реализации национальных проектов, переселении из аварийного жилья и решении проблем обманутых дольщиков. Одна из основных тем обсуждения касалась нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках проекта за последние пять лет в Хабаровском крае отремонтировано свыше 800 километров дорог и приведено в нормативное состояние 74 моста. В 2024 году запланирована модернизация более 90 километров дорог и 24 мостов, причем работы уже находятся на завершающей стадии. Марат Хуснулин отметил значительные успехи региона в сфере жилищного строительства. За девять месяцев текущего года построено более 370 тысяч квадратных метров жилья. Также важна активная работа по программе переселения из аварийного жилья, благодаря которой более 6 тысяч человек получили новые квартиры. Дмитрий Демешин обратил внимание на непростую ситуацию с обманутыми дольщиками. В Хабаровске осталось шесть проблемных объектов, строительство которых серьезно затянуто. Губернатор уделяет особое внимание скорейшему решению этой проблемы. В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил ряд актуальных для Хабаровского края вопросов с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фольковым. Один из них – реализация проекта «Передовые инженерные школы». Губернатор рассказал главе Миноборнауки России, что вузы Хабаровского края, Тихоокеанские и Комсомольские-на-Амуре государственные университеты готовят заявки на участие в конкурсе для получения грантов на поддержку программ развития этих школ. Регион остро нуждается в высококвалифицированных кадрах в области горного дела, металлургии и авиастроения. Получение поддержки будет способствовать решению этой задачи и обеспечению технологического суверенитета края, отметил Дмитрий Демешин. В ходе встречи также обсудили участие Хабаровского края в государственной программе поддержки университетов «Приоритет-2030». В ТОГУ опорный вуз региона борется за специальный грант этой программы. В завершении губернатор выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Миноборнауки и поддержку инициатив региона, направленных на развитие образовательной инфраструктуры и подготовку кадров для отрасли экономики Хабаровского края. Образовательные учреждения Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из Республики Беларусь. Как рассказали в Министерстве образования и науки региона, это Краевой центр образования и Краевой детский центр созвездия. Руководители этих учреждений наладили сотрудничество с белорусскими коллегами в ходе рабочей поездки официальной делегации Хабаровского края под руководством главы региона Дмитрия Демешина в Республику Беларусь. Первое соглашение о сотрудничестве в сфере развития талантов у детей и молодежи подписано между Краевым центром образования и Национальным детским технопарком Республики Беларусь. Краевой детский центр созвездия и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, отдыха и оздоровления детей. Подписание соглашения создаст новые возможности для развития детей Хабаровского края и Республики Беларусь, а также заложат фундамент для дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между молодыми поколениями двух стран. В больнице имени Сергеева открыли нефрологический центр. У пациентов, которым не требуется круглосуточное пребывание в стационаре и срочной госпитализации, появилась возможность проходить лечение амбулаторно. Это удобно как для самих граждан, которые могут в дневном нефрологическом стационаре пройти нужное дообследование, лечение, так и для больницы, так как можно разгрузить коечную мощность и предоставить койко-место для тяжелых больных. В нефрологическом центре лечат пациентов с патологиями почек. Медицинская помощь для всех пациентов абсолютно бесплатна и обеспечена системой обязательного медицинского страхования. Нефрологический центр оказывает также консультативную и высокоспециализированную помощь. Здесь функционируют два кабинета. Один из них ориентирован на ведение и консультацию пациентов до и после пересадки почки. Второй кабинет – врача-нефролога, который консультирует пациентов с хроническими заболеваниями почек. В столице региона 20 октября на стадионе имени Ленина в матче 15-го тура Мелбет первой лиги СКА Хабаровск встретился с Уралом из Екатеринбурга. Встреча проходила в день образования Хабаровского края и дала возможность местным болельщикам увидеть шесть забитых мячей. По словам главного тренера СКА Хабаровск, возвращение хабаровской команды домой добавило ей эмоций. Следующую игру СКА Хабаровск проведет с командой Черноморец из Новороссийска. Матч шестнадцатого тура также пройдет в столице региона на стадионе имени Ленина 26 октября. Новости России В России 22 октября стартовало главное международное событие 2024 года – 16-й саммит лидеров БРИКС. На три дня столица Татарстана – Казань – стала центром мировой политики. Саммит посетили делегации из 36 стран. В преддверии заседания глав государств БРИКС российский лидер решил с глазу на глаз побеседовать со всеми лидерами. Так Владимир Путин обсудил темпы торгово-экономического развития с ЮАР и Индией. При этом с Южноафриканской республикой еще предстоит поработать в направлении роста инвестиций и сотрудничества в энергетике, промышленности, а также аграрном секторе и науке, отметил российский президент. Центральной встречей этого стали переговоры с Си Цзиньпином. Президент России провел в общении с китайским лидером больше часа. Владимир Путин не раз признавался, что считает главу КНР своим другом и назвал отношения России и Китая образцом того, как должно выглядеть сотрудничество стран. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что взаимодействие Пекина и Москвы за минувшее десятилетие прошло огромный путь и приобрело беспрецедентный характер. А лидеры России и Китая держат отношения двух стран на личном контроле. Также Путин отметил рост туристического потока из Китая. С 22 октября Сбер повысил на 3% пункта ставки по всем базовым ипотечным программам и увеличил минимальный первоначальный взнос по льготной программе до 50,1%, сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное – 24,9%. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдавать на прежних условиях до 1 ноября. Размер первоначальных взносов по льготным программам останется на уровне 21,1% в случае дисконта на экскроу-счете по объектам застройщиков-партнеров банков, а также если комиссию оплачивает застройщик или клиент. В остальных случаях первоначальный взнос составит 50,1%. По базовым ипотечным программам первоначальный взнос остается без изменений. Решение повысить ставки по ипотеке банк объяснил ростом доходности облигаций федерального займа и высокой ключевой ставкой. Новости мира Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссия механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России. Следует из итогов голосования. В Российской Федерации неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших против 56. 61 парламентарий воздержался. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США, порядка 45 миллиардов евро. Ожидается, что страны-семерки объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения. На выборах президента Молдавии по итогам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду получила более 42% голосов. Александр Стояногло – 26%. Об этом сообщается на сайте Центра избиркома республики. Судьба президентского кресла определится во втором туре выборов, который состоится 3 ноября. В него прошли Майя Санду и Александр Стояногло. Также ЦИК представила результаты голосования на референдуме по вопросу поддержки изменения Конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз. За проголосовали 50,46% против 49,54%. Благодарим за просмотр! Следите за актуальными новостями по интересам в экосистеме телеграм-каналов Аврора Медиа.